Протесту Офиса Совета по телевидению и радио. Журналисты, депутаты Народного собрания Гагаузи и жители автономии провели манифестацию в поддержку общественной телерадиокомпании ГРТ. Она прошла в связи с заседанием СТР, где разматривались результаты мониторинга программ Гагаузского телеканала. Согласно представленным выводам, их содержание якобы представляет угрозу безопасности для молдавского государства. За эти нарушения предусмотрены крупные штрафы и отзыв лицензии. Манифестанты собрались у здания Совета по телевидению и радио перед началом заседания. Руки нынешней власти добрались и до нашего телевидения и радио, нашей телерадиокомпании ГРТ, которая уже более 30 лет работает для гагаузского народа, работает на гагаузский народ, который освещает докапывались до каждого выражения, докапывались до каждого спикера. Нам заткнут, по их мнению, не только рот, но и глаза и уши. И будут вкладывать ту информацию, которая им выгодна. Что это беспрецедентная атака на свободу слова, свободу мысли, которая у нас в Конституции Республики Молдова, Европейские конвенции по правам человека. Мы будем защищать ГРТ и весь гагаузский народ везде, на всех площадках, во всех инстанциях. Независимо от принятия решения, ГРТ будет работать во благо гагаузского народа. Это народное ГРТ, народное телевидение, это национальное застояние гагаузии, что належит к народу. Я надеюсь, что результатом сегодняшнего заседания будет всего лишь констатирование того факта, что это просто ошибка. И в дальнейшем компания сможет функционировать в таком же ритме и озвучивать все мнения и мысли гагаузского народа. Как заявили участники протеста, в случае закрытия телеканала им нечего будет смотреть. Мы надеемся, что все-таки не закроют ГРТ. Мы не будем смотреть. Что будем смотреть? Хотят они, чтобы исчезла из земли наша гагаузия. Мониторинг, результаты которого были приняты во внимание на заседании, проводился в период со 2 по 8 февраля и касался передач, посвященных десятилетию референдума и официальному празднику автономии Дню народного единства, который молдавские власти объявили незаконным. По мнению авторов отчета, телеканал стал платформой, через которую публичные лица делали заявления, якобы с элементами дискриминации и дезинформации, призывами к ненависти и экстремизму, расколу общества, что представляет собой угрозу безопасности Молдовы. В документе говорится, что выступления представителей администрации и общественных деятелей якобы содержали некую ложную информацию, ставящую под угрозу безопасность. Например, что Гагаузия имеет право на внешнее самоопределение, что, кстати, закреплено в законе об особом правовом статусе автономии, что центральная власть уничтожает автономию, ограничивая ее полномочия, что Молдова теряет свою государственность и традиционные ценности, что Европейский союз эквивалентен НАТО, а НАТО эквивалентен войне. А слово «сочетание гагаузский патриот» было произнесено для более сильного воздействия на слушателей. Эти идеи, передаваемые неоднократно и с целью поощрения недоверия государственной власти и институтам для раскола общества и тому подобного, приводят к ослаблению элементов, составляющих национальную безопасность, а также к подрыву демократии, подытожил Совет по телевидению и радио. Представители ГРТ считают данный отчет предвзятым и подчеркивают, что компания работает в соответствии с уставом и законом Гагаузии о телерадиовещании, которые обязывают общественный канал освещать общественно значимые события и деятельность руководящих структур автономии. Несмотря на это, СТР решил применить наказание в отношении телеканала, оштрафовав его на 60 тысяч леев за первое нарушение по этой статье. В компании ГРТ не согласны с этим решением. Мы не согласны с таким решением члена Совета по телевидению и радио. Я думаю, что наш учредитель, то есть Народное собрание Гагаузии, выскажет свое мнение, даст вердикты. Я думаю, что мы будем подавать дальше в суд. У нас один общественный канал Гагаузии радио-телевизиону, где трудится более 52 человек, но останутся без работы. А что, у нас уже есть такая тенденция в Молдове. 13 каналов закрыли. Представители власти на протест не отреагировали. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас на наш запрос сообщила, что не комментирует эту тему. Пятый канал обратился за уточнениями из-за реакции на заявления руководства Гагаузии и общественной компании ГРТ в Совет по телевидению и радио. Пресс-секретарь Совета Николета Лупу сообщила, что позиция будет представлена после того, как пройдет заседание по этому вопросу. После заседания СТР обнародовал пресс-релиз, в котором приведены выдержки из ранее процитированного нами отчета. 25 апреля в Камрате прошел митинг в поддержку общественного телеканала «Автономии». За нарушения, которые СТР обнаружил в программах ГРТ, закон предусматривает самые жесткие санкции. Штраф в размере от 40 тысяч до 70 тысяч леев, если это происходит впервые. При повторном нарушении сумма штрафа составляет от 70 тысяч до 100 тысяч леев. А последующее нарушение в течение 12 месяцев влечет за собой отзыв лицензии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова